Кухня ЖКХ Каждый раз перед Новым Годом В Новогодии праздники Всегда, испокон веков Уже вот сколько лет Нахожусь в жилищно-куминальной хозяйстве 16-й год Занимаюсь этой темой Сам занимался вывозом мусора И мы до 1 января 2019 года Это была жилищная услуга Все об этом уже рассказывали И все прекрасно понимали Что январские каникулы Это самые напряженные Потому что жители все дома, готовятся К Новому Году, после Нового Года Они потом начинают прибираться, убираться Выносить на контейнерные площадки больше мусора Это естественно И в этот момент всегда было усиление Усиление и по количеству раз вывоза мусора И по смещению различного графика И по рассмотрению логистики по вывозу мусора Где понимаем, где больше будет мусора Где чуть меньше мусора будет И усиление в части людей Которые содержат эти площадки Чтобы вовремя успевали подобрать Чтобы это все не растаскали с собаками Воронами и так далее Не разлеталось по ветру все эти пакеты То есть это было всегда такое сосредоточение на том Чтобы и власти, и управляющие компании И все сферы контролирующие Они говорили о том, что давайте не забывайте Впереди новогодние праздники Нужно усиляться Как по очистке снега Так и по содержанию катания площадок Что происходит сейчас опять? Да, то есть поступает информация о том Что возможно нынешний перевозчик КДУ-3 Который у нас вот присутствует в городе Кирова Скорее всего не будет возить мусор в городе Кирова Ну это предположение, которое мусируется, разговаривается Якобы сейчас аукционно, из аукционно выключили И исключили отдельный лот, сделали региональный оператор Сейчас там будут проводить Пока еще непонятно кто будет Но КДУ-3 уже разослал управляющим компаниям Что я буду забирать свои контейнера Которые якобы это его контейнера стоят на контейнерных площадках Вы давайте их или покупаете Показывает цену По стоимости, конечно стоимость удивительная Уже контейнеры, которые используются не первый год Цена там на 20-15% дешевле, чем новый приобрести Ну как бы тоже маленькие несоразмерные вещи есть Но тем не менее Они говорят, мы эти контейнера будем забирать Потому что мы, скорее всего, возить не будем Мы их заберем Возникает вопрос За чей счет банкет? Вот если говорить о том, что сейчас Жители, собственники должны это срочно купить Ну я в этом полностью не согласен Первое Откуда деньги? Тем более в нынешних условиях Когда и у людей денег нет И собираемость плохая И никто не планировал эти затраты Второе Есть региональный оператор У которых в тарифе должно быть это заложено Должен приобретать, ставить, размещать Контролировать, смотреть за этим делом И самое интересное, что люди платят тариф Он в два раза выше с 1 января 2019 года стал Чем он был, когда жилищная услуга это была Когда управляющие компании ТСЖ вывозили сами мусор Также они его собирали, также вывозили Также сдавали на полигон Но это было в два раза дешевле Сейчас стало в два раза дороже И вдруг появились еще и контейнера Контейнера откуда-то Стоят испокон веков Контейнера уже не первый год Не десяток лет стоят На этих же домах Эти же жители используют эти контейнера Они платили, что тогда в тарифе платили Сейчас платят тариф за содержание И вывоз мусора И еще раз они должны Приобрести контейнеры И получить себе вот такую проблему Откуда деньги Почему такое вот отношение Вне этого непонятно Я думаю, конечно, область должна разобраться с этим вопросом Это будет на самом деле очень чревато для жителей И для всех в целом Это некрасиво в такой ситуации Еще раз людей пододвигать на то, чтобы они принесли какие-то затраты Когда у людей сейчас уже нет денег Они не могут рассчитаться за коммуналку Они должны за ресурсы коммунальные Они должны за жилищные услуги Мы только в предыдущей программе с вами разговаривали про долгов Долги растут Про долги Долги растут И тут вот еще такая вот некрасивая история Ну, я думаю, что здесь управляющая компания всего города Которая здесь у нас в Кирове существует Согласна со мной Поэтому нам без разницы, какой подрядчик будет Кто будет возить Мы знаем одного единственного ответственного за это дело Это региональный оператор Куприт У которого заключен договор с правительством Кировской области Вот они должны эту проблему решать Не переваливая на плечи собственников Одного квартирных домов На своих жителей Жителей города Кирова Кировской области У меня вот такое вот мое мнение Поэтому Контейнеры за свой счет Собственники пока не готовы И не будут покупать Тариф есть Будьте добры В тарифе Все прописано И в законе прописано Если вы не заложили в 2018 году Типа рассказывали нам, что мы в 2018 году не заложили в тариф Уже прошел 2019 Закончился уже 2020 год Поэтому тариф все должно быть Будьте добры Приобретайте, ставьте Договаривайтесь, решайте Кто будет вывозить Как будет вывозить Нам без разницы Мы знаем, кто отвечает за это дело Куприт Завершение программы Рецепт от Павла Валентиновича Рецепт по экономии Той же самой воды Даже Даже какой-то Хоть холодной, хоть горячей Когда Вот обычно Бреемся Мужчины Да Чистим зубы У нас привычка Открыть кран И там Бритву под краном Смывать Когда бреемся Станком Зубную щетку Тоже Смывать Там Открыть кран И ждать Зубы Чистить Смывать Ну наберите себе Стаканчик воды Горяченький Специальный стаканчик Для того, чтобы поплоскать станок Специальный стаканчик Чтобы проплоскать свои зубы Смыть Помыть свою щетку Поэтому Вот такой тоже совет Управляющая компания Актив Комфорт Приглашает к сотрудничеству И взаимодействию Жителей Заинтересованных В улучшении комфортности проживания Адрес улица Роза Люксембург 86 В Телефон 222 892 Кухня ЖКХ